Всем привет-привет! 7 мая у нас похолодало, невозможное ощущение, что хочется еще куртку надеть. В общем, мы сегодня выезжаем к родителям, нас уже ждут шашлычки, а вас ждет двудневный влог из деревни. В общем, все как вы любите. Поехали! Все пристегиваемся. Курточку убирайте, чтобы у меня был обзор виден. Я два дня назад попробовала мануальный массаж, но он считается весь мануальным. От слова там пальцами, да, работают. Но мануальная терапия, она именно воздействует на глубокие мышцы. Он более болючий. В общем, у меня два дня назад впервые, причем в более-менее лайт-версии, я со всеми своими портянками, УЗИ, МРТ, рентгенами, анализами после ортопедов, я уже их двух сменила. Даже не то, что сменила, я у двух была. И сейчас я еще к неврологу сходила, потому что у меня положительная динамика есть, но стопроцентного результата нет. Думаю, значит, надо ходить по другим специалистам. И вот невролог мне назначил уже вот эту мануальную терапию. Так больно было. Сразу чувствую разницу помимо цены. Сразу же начала мне вот эти две здесь точки прорабатывать, нажимать, а мне дико больно. Отдает буквально в спину, в лопатке. Потом сзади. Везде все это тоже прорабатывала. Такое ощущение, как будто она у меня до сустава добиралась. Это действительно больно, очень неприятно. Через несколько часов захотелось спать. И на следующий день у меня такое ощущение было, что я проспала полдня. Все тело у меня болит, хотя она меня предупреждала, что могут быть даже синяки. В общем, ощущения очень интересные. Пока мне нравится. Писалась тоже через несколько дней на следующий сеанс, потому что практически раз в неделю нужно проводить подобные сеансы. Не как у обычного массажа. В общем, напишите мне очень интересно ваш опыт подобного массажа. Подошло, не подошло, что именно вы там лечили, получилось, не получилось. У меня получается плечо надкостное, надосное или подосное мышцы. В общем, все там несколько. Но я пока довольна. По крайней мере, массаж я уже делала. Результат есть, но не до конца. Посмотрим, что будет от этого. Посмотрите, какая у нас красота. Все расцвело. Дуванчики мои любимые. Прелесть какая. Как можно их не любить, скажите мне? Ну, самая прекрасная пора. Про дуванчики я как-то уже рассказывала в сетях, почему у меня именно такой трепет. Может быть, почему у меня именно любимый месяц май. В частности, наверное, из-за них. В общем, я помню истории с детства. Тогда я еще жила в деревянном домике. А знаете, вот эти деревянные рамы, маленькие окошечки. Я помню это утро, вот как сейчас. Все вот эти запахи, ощущения. Себя маленькой помню в этот день. И, значит, я проснулась в лучах солнца, выглядываю в окошко. А у нас там на огороде дрова вся в этих желтых одуванчиках. Но почему-то мне показалось на тот момент, видимо, что такая прям полянка сказочная. И такие пушистые вот эти одуванчики, шапки такие распустившиеся. Я побежала даже не завтракая, собирать этот букет этих одуванчиков. И вот такое волшебное утро было. Такое у меня настроение было шикарное. Я набрала этих цветов и побежала дарить маме. И вот все, после этого почему-то у меня такая любовь к этим одуванчикам. И я каждый год, не было бы года, чтобы я их не собирала. Когда у меня были дети маленькие, когда они еще не ходили, только в колясках были, а я с ними ездила с коляски и всегда их собирала. Всегда что-то там мы рассматривали эти цветочки. У меня где-то даже на старых влогах есть, когда Марк еще в коляске, а мы с Олегом собираем эти одуванчики. И даже вот сейчас, да, мальчишки, мы с вами все равно собираем эти одуванчики. В этом году мы тоже ходили вместе, пока они еще были самые-самые первые, еще апрельские одуванчики были. Это самые ранние были цветы, которые мы сорвали. Вот такая, в общем, история. Поэтому часто можем слышать, что много идет из детства, а у меня вот такая цепочка из детства тянется. Такая приятная, хорошая традиция. Вот мы и приехали. Слушайте, с экрана смотрится все так, как будто прям лето, лето, жара, жара. Но на самом деле очень прохладный у нас ветер. Но, надеюсь, сейчас мы шашлычками согреемся. О, пахнет, как вкусно у нас. Свидеть, свидеть, свидеть. Уже есть? Уже есть. А, мамоньки, привет. Уже третья порция. Здрасте. Смотрите, что тут нас ждет, а. Вкуснотища какая. Вот третья и четвертая будет. Третья уже? Да. Обалдеть. Как тут куры все на месте? На месте. Теперь тут у них жижа. Мои золотые, привет. Да пацы, 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 пацы. Привет. Хороший. А где Маркушенька? Да иди мой золотой. Иди мой красавчик. Он видит, какое мясо прям вкусное. Мы уже попробовали. Идите сюда, идите, мои хорошие. Надо будет сфотографироваться с мясом. Вот так мы стоим тоже пока. Фото сделать, давай. С наступающим праздником 9 мая. Вот смотрите, какой нас тут стол уже ждет. Шашлычок, вкуснятинка. С чем пироги у нас, мама? С луком, с яйцами, любимые наши. Все, приятного аппетита нам. Приятного аппетита всем. Самая интересная часть поедания вкусняшек от мамы. Это что за помидорка? Сызранская? Очень мягкая. Тагиатсинскую привозили, но это нет. Это как домашнее. Таджиков брали. Уже попробовали мясо, мальчики? Как вам? Вкусное. А это что у нас за часть? Шейка. Шейка мягкая. Домашний лучок. Ммм, это мне много. Как летом. Вкусняшные все, да? Праздник живота в родителе всегда. Оказывается, у нас не только с луком, с яйцами есть пироги. А мои любимые еще сладенькие. Это мама из остатков тоже сделала. Там вишневое варенье из нашей вишни, да? Малиновое. Сладкие пироги. Вообще у меня самые любимые. Мне никаких не надо. Главное, чтобы сладкие были. Ммм, вкусняшенько. Мы сейчас будем делать фоточки. Майские фоточки, осторожно. Олеж, давай уберем этот. Аккуратней телефон. Вот это будет нам интересно мешать здесь? Конечно будет. Иди его зови. Марк, идем. Лук, ты давай. Алла, он опять нажимал. Ну ладно. У нас с мамой идея. Мальчишки возьмут полочку. Одевай кроссовки, Марк. Мама с шашлычком. Мама хочет провести экскурсию вам по огороду небольшую. Похвалиться с чесноком. Алла, весна очень холодная. Но чеснок у нас всегда хороший. У нас всегда была одна грядка. А теперь, значит, мы посадили еще. Вот там одну грядку в крыжовник. И вон там еще одну грядку. Это у нас три грядки чеснока. Очень любимый чеснок, да. А тюльпанечек у нас? Да, это тоже. Видишь? Перезимовал. Это вы сажали? Это первую зиму он перезимовал? Перезимовал первую зиму. Листочек мы рассадили везде по всему огороду. Салаты везде. Очень превосходные. Лишний грудь. Вот рили. Всегда мы из молодых листьев римом. Эти листочки и летний суп. Очень вкусный был он. Мы идем мальчишек искать. Надевать на них куртки. Вот они ускакали у нас в водолазках, в жилетках. А правда какой-то неприятный холодный ветер. Или это уже возрастное. Им же ведь не холодно. Помнишь, мне тоже раньше было не холодно. Когда ты меня заставляла всегда одеваться. Сейчас сама уже превратилась. Да, и у дороги не надо-то стоять. Одевай капюшон, если бейсболку не хочешь. Вон мальчишки вообще в шапках. Молодцы. Мам, то есть ты хочешь, чтобы мы были все как другие? Давай, одевай молнию. Застегивай. Уже вечер. Завтра может быть потеплее. Меня подпешивало, когда меня постоянно пытались закутать. Наверное, детей сейчас тоже самое. Я сейчас вышла немножечко покопать, чтобы завтра здесь не остаться без спины. Я прям буду по чуть-чуть. Вот сейчас попробовала прям треть лопаточки, чтобы без нагрузки на спину, на плечо. Жарко. Так, ну что? Вполне очень даже неплохо, мне кажется. Завтра поменьше будет копать нам всем. Я, конечно, деревья не люблю. Но вот так, чтобы жить всегда, даже не знаю. Мне кажется, что нужно, чтобы было все-таки куда выходить в свет. Чтобы каблучки не надеть, нарядиться. А все время на огороде. Мне кажется, это не мое. Хотя кто знает, кто знает. Да, папа, как дальше? Я говорю, не мое, а всю жизнь всегда, вот если в деревне. И в деревне, чтобы и в городе, чтобы поровну. Хотя, кто знает, как потом. Земля притянет, как ты говоришь, там, да? Да. Откуда закончили, оттуда и начинаем. Всем привет. Сегодня у нас у Васи мое мое. И мы позавтракали, встали, и с Олежкой уже на огород. Марк у нас филонит, но потому что у него не получится здесь слишком сложно. Я тут начала, мама лидирует, Олег догоняет. Ничего, еще годок мамку перегонит. Это Олег, это я продублировала, что вчера. Сегодня прям вообще ничего интересного нет, кроме как копали, копали и копали. Зато посмотрите, какова красота уже. Здесь еще грабельками папа пройдет. И все, здесь уже не надо, потому что здесь листья салата растут. Поэтому на сегодня у нас остается интересненько. Это только банька. Уже папа топит. Ну, ребятки, у нас тут новости. В общем, положили нас в больницу с Марком. Сейчас время уже 12 ночи доходит. Марк сегодня себя плохо чувствовал и поташнило, тошнило. А в ночь у него началась температура. Делали нам уже систему. Три системы. ЦРУКА, анальгия и что-то еще. Температура спала. Три системы, семь, стало. Сейчас вот он потеет. Да. Спит, тоже сейчас буду спать. В общем, пока у нас здесь двухместные вассетки, как обычно. Как раньше в больницах. Но хотя бы стены беленькие, крашенные. Я помню, раньше были синие стены. Я здесь лежала в этой больнице. А нам дали два одеяла, потому что здесь холодно. Так что до завтра. Ну и что, доброе утро. Доброе утро. В 5 утра мы встали. Марк горячий, у него температура, конечно. Сейчас вот после завтрака будем мерить. На завтрак у нас гречневая каша. Можно было взять две тарелки, но поскольку у Марка нет аппетита, нам на двоих хватит, да, Маркушечка? Здесь гречневая каша с маслом. Еще чай взяли. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Ну, ты мой слеткий. Идем, руки мы с ним. Давай с ночью посмотрим, сколько. 38. В общем, сейчас придут укол, сделают. У меня такое ощущение, что я хочу спать. Я не выспалась ночью тоже постоянно просыпалась. И Марк немного как-то бредил, постоянно что-то спрашивал. Я все время говорю, тише, тише, тише. Я здесь, я здесь. Ощущение, что прям хочется спать глаза. Выкрывается. Снега варил? Да. Да, я называл все время. Просыпался. Утром такой, ой, ты пришла уже. Я говорю, я же еще не ночью была здесь. Постоянно тоже подходила. Не помню даже. Вот такое 9-е наше мая. А у нас были планы сходить на парад, посмотреть все. Да, Маркуша? Но будем здесь в больнице лечиться. Был врач, посмотрел нас и назначил также систему. О, это наши виды из окна. Тепло, более-менее уже погодка восстанавливается. Вот поставили нам 3 системы. Ну, где-то час так же нам надо будет лежать, да, Марка? Да. Как-нибудь. Да? Ты уже сейчас стойко вчера плакал, да? Потому что первый раз не знала, как сейчас уже нормально, да? Да. Мама всю ночь не спала. Мама всю ночь не спала. После обеда мы здесь пообедаем, поедем домой, вечером приедем на укол. И завтра с утра приедем тоже сюда, как раз будут уколы, анализы тоже брать у нас. Наш обед – это суп, еще не пробовали, сейчас Марка помоет руки, начнет кушать. И второе выглядит очень аппетитно. И компот. Мне даже надели суп и компот. Очень вкусно, особенно второе. Это надо же, котлетка прям изумительная. Я такое очень любила в детстве. Сазики нам делали. Пирожка вкусная. В принципе, суп даже тоже очень съедобный. Я прям съела с удовольствием. Ты как, Марка? Ну, вообще, должна похвалить. У меня такое ощущение, что в рабочем поселке больница как-то лучше даже, чем в городе. По крайней мере, судя по выкрашенным стенам, по рабочим тумбочкам, визуально все очень чистенько, как будто вот после ремонта. Туалет, в принципе, тоже, да. В целом все очень даже нормально. Вот тут жить и можно. Жить можно. Представляете, столько сейчас похвалили. И принесли еще вторую порцию второго. Очень вкусно. Молодцы. Ну что, едем мы домой. На улице еще холодно. Покажем немножечко хотя бы из машины, что у нас. Ну, здесь, наверное, митинги все уже закончилось, пап, да? Да, да. Просто, если народ есть, уже никого нет, даже народа нет. Вот здесь обычно все митинги, парады. Ни души уже, никого. Ну что, ребята, наконец-то нас уже выписали. Маркуша у нас здоров, да, сыночек? Да, и я здоров. Потому что нам пришлось даже и с Олегом приезжать. Были даже прям симптоматики у него такие больные. Но все хорошо, и мы сейчас едем домой. В общем, больница хорошая, врачи и персонал все прям молодцы, хорошие. Вот честно, лучше, чем в городе. Мы, конечно, не во всех больницах перележали, но из нашего опыта все прям молодцы. Да, Олег, как Олег говорит, очень душевно здесь, да? Заканчиваем этот влог. Будьте все здоровы, чтобы было у вас все замечательно. Скажите всем пока, мальчики. Всем пока. А мы будем сейчас собираться и выезжать в город, наконец-то. Пока-пока. Пока. Пока. Продолжение следует...